Всем привет, с вами Палти. Добро пожаловать на канал, и в этом видео поговорим о настройках iOS 17, которые стоит проверить и обязательно выключить, чтобы iPhone работал лучше, не так тормозил и экономилась батарея. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал, и обои из видео есть в Телеграме, ссылка на который в описании. Первое, что стоит упомянуть, это экранное время. Если вы зайдете в настройки, экранное время, то здесь огромное количество функций, которые iPhone может для вас отслеживать, там блокировать, например, доступ к приложениям, следить за расстоянием до глаз и прочие настройки. Это существенно тратит батарею. В iOS 17 Apple здесь добавила больше различных функций, так что это еще больше нагружает процессор и фоновые задачи вашего устройства. Поэтому, если вы хотите экономить батарею, и в целом экранное время, ну я не знаю зачем использовать, если это только не телефон ребенка, можете его выключить, и ваш телефон от одного заряда будет проживать дольше. Ребят, начали видео полезная информация на тему экранного времени. Если вы его включили и пользовались какое-то время, а потом захотели выключить, то у вас может спросить пароль, который вы могли не запомнить. Чтобы убрать экранное время, можно попробовать приложение, которое называется UltFone Toolkit. Скачать можете с официального сайта, там подробно рассказывается, что умеет делать данная программа, и она есть как на Windows, так и на Mac компьютере. Дальше все, что вам остается сделать, это подключить ваш iPhone к вашему компьютеру через провод, и внутри приложения есть кнопка, которая называется «Разблокировка экрана для iOS». Нажимаете на нее, и внутри приложения у вас запускается как бы еще одна программа, в которой у вас есть возможность скинуть любые пароли, которые есть на iOS, в том числе удалить пароль экранного времени. Вы выбираете данную кнопку и просто следуете инструкции, которая будет внутри приложения. Это вам позволит переустановить iOS и избавиться от экранного времени. Дальше, если будете его использовать, обязательно запоминайте пароли, которые там ставите. В общем, ссылку на UltFone Toolkit я оставлю в описании к видео, оттуда можете загрузить приложение. Вернемся к настройкам iOS 17, которые нужно проверить. Apple изменила некоторые настройки, которые касаются пароля. То есть, если вы меняете ваш пароль на экране блокировки, то в течение какого-то времени ваш старый пароль все еще активен. Обычно вы меняете пароль, если старый кто-то узнал, ну или просто вы хотите более защитить свое устройство, вы меняете пароль в надежде, что его точно никто не знает. Так вот, с этой функцией, которую сделала Apple, в течение какого-то времени любой человек, который знает ваш старый пароль, сможет все равно попасть в ваше устройство. Чтобы это проверить, зайдите в настройки Face ID и код пароль. Я поменял пароль, и вы видите, у меня тут написано, что я могу аннулировать старый код пароль, чтобы он больше не был активен. Потому что в течение вот этого времени он тоже будет работать вместе с новым. Так что, если вы поменяли пароль, обязательно проверьте эту настройку и аннулируйте старый пароль, чтобы заработал только новый. Так ваше устройство будет еще в большей безопасности. Если после обновления вы заметили, что Siri работает как-то не так, она стала медленнее и медленнее обрабатывает ваши запросы, это виновата iOS 17. Apple добавила туда кое-какие изменения, то есть некоторые Siri функции стали оффлайн, то есть они работают прямо на устройстве. Из-за этого Siri может немного подлагивать. Чтобы ее скинуть, как пишут на Reddit, вы должны зайти в настройки, Siri и поиск, и тут есть кнопка удалить историю Siri и диктовки. Сами понимаете, вся история удалится, которая была у Siri, но тем не менее Siri должна заработать лучше. А если вы еще iPhone перезагрузите после удаления истории, точно должно для Siri быть облегчение. Еще немного о экранном времени. Там есть такая функция, как расстояние до экрана. Если у вас, например, плохое зрение, или, например, вечером вы близко iPhone подносите к лицу, датчики Face ID видят, что ваше лицо расположено очень близко к экрану и дают вам постоянное предупреждение, что уберите iPhone от лица. Соответственно, многих это раздражает, и эта функция у многих почему-то включилась по умолчанию после обновления. Если так произошло, то вы знаете, где ее выключить в экранном времени расстояние до глаз. Больше этих уведомлений вам не будет. Если у вас новый iPhone 15 Pro или Pro Max, то вы могли заметить, что у вас сбоку новая кнопка Action Button, то есть переключатель бесшумного режима исчез. И, соответственно, если вы включаете бесшумный режим через пункт управления, то у вас рядом с часами отображается иконка бесшумного режима. Однако вы ее можете выключить, если она вам не нравится, ну или просто настроить это под себя. Достаточно зайти в настройки, звуки и тактильные сигналы, и тут прямо сверху, во-первых, есть переключатель бесшумного режима. То есть вы прямо отсюда можете включать или выключать, если через пункт управления, например, вам не так удобно, хотя там на самом деле удобно. И чуть ниже, обратите внимание, есть переключатель показ в строке состояния. Если его выключить, то при включении бесшумного режима, как и на старых iPhone, не будет никакого отображения, что он включен. То есть если вам так удобнее, то вы теперь знаете, как это включить, или же наоборот выключить. По iOS 17 появились крутые функции для поделиться экраном. Когда вы говорите FaceTime, вы можете поделиться вашим экраном, и другой человек с другого конца увидит ваш экран вашего устройства. И одновременно с этим он увидит и все уведомления, которые вам приходят. А сообщения могут быть разного характера. Поэтому для большей безопасности зайдите в настройки, уведомления, тут имеется общий экран, и выключите допуск уведомлений. Так, когда вы делитесь экраном в любых приложениях, уведомления будут скрываться, и другие люди не увидят, что вам пришло. Также в iOS 17 появилась функция Namedrop, когда вы можете поднести два iPhone друг к другу, и перекинуть какую-то информацию, например, карточку контакта. Если вы находитесь на работе, там или дома, и у вас много, например, iPhone, больше одного как минимум, и они постоянно находятся рядом, эта функция будет срабатывать ложно, потому что iPhone будет думать, что вы что-то перекидываете. Поэтому зайдите в настройки, основные, AirDrop, и тут есть сближение устройств. Если вы это выключите, соответственно, это не будет срабатывать, и AirDrop будет работать как раньше, через меню поделиться. И здесь же в настройках AirDrop обязательно выключите сотовые данные, чтобы iPhone не использовал сотовые данные для отправки каких-то файлов, потому что если это будет делаться, это будет съедать ваш тарифный план вашего сотового оператора. То есть интернет мобильный улетит в разы, если вы постоянно используете AirDrop, и он работает через LTE. Еще для экономии вашего сотового трафика, зайдите в настройки, сотовые данные, и опускайтесь в самый низ. Там есть три переключателя. Это помощь Wi-Fi, iCloud Drive и резервная копия iCloud. Обязательно их выключите, чтобы экономить ваш мобильный интернет и не тратить его на какую-то ерунду. Помощь Wi-Fi, если Wi-Fi нестабилен, подключится LTE. То есть зачем? Пускай все грузят через Wi-Fi. Соответственно, iCloud Drive, чтобы ничего не грузилось по мобильному интернету, файлы там могут быть больших размеров, так вы будете тоже экономить трафик. Ну и резервная копия iCloud по сотовым данным, вы ее просто не сделаете, пока не подключитесь к Wi-Fi. То есть как бы это все сэкономит вам трафик и батарею. И напоследок функция, которая сэкономит вам батарею. Если вы впервые купили свой iPhone, или у вас уже есть iPhone, и он с Always On Display, то когда у вас устройство заблокировано, вы все равно видите ваш экран, видите время и видите уведомления, если они есть. Поэтому функция поднятия для активации, которая задействует датчики, которые поджигают дисплей, она просто не нужна. Ведь вы все равно тапнете по экрану и разблокируете устройство. Более того, если вы поднимаете iPhone, вы можете сразу провести пальцем снизу вверх, и в режиме Always On Display iPhone разблокируется, и вы сразу попадете на экран домой. То есть функция поднятия для активации просто не нужна. Зайдите в настройки, экран и яркость, и тут чуть ниже есть поднятие для активации. Если вы его выключите, то поднимая устройство, экран поджигаться не будет. Соответственно, вы будете экономить батарею. Ведь большинство случаев, когда вы берете iPhone, это просто посмотреть время или уведомление. И в этот момент iPhone поджигает дисплей. Поэтому это не так важно, если у вас есть Always On Display, у вас экран и так всегда работает, и вы видите всю информацию на нем. А выключение и поднятие для активации действительно сэкономит много процентов батареи. На этом все, ребята. Вот такие вот настройки нужно проверить. В целом все очень просто, но проверка этих настроек позволит сэкономить и батарею, и сделает использование вашего iPhone удобнее для вас. Буду рад, если вы поддерживаете видео пальцем вверх, чтобы больше людей об этом узнало. А также подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.